Что это такое? Что значит? Во-первых, пойти требования собрать. То есть, что же надо делать-то? Это и управлять самими работами для создания поставляемых результатов. Это как квинтэссенция. То есть, если у вас есть понимание, что надо сделать, то можно организовать уже работы. Это и в том числе уметь удовлетворять ожидания разных людей, которые имеют отношение к проекту. То есть, основная цель же не просто создать результат, а создать результат, который будет удовлетворять тех людей, которые попросили этот результат создать. То есть, мы говорим о том, что проектный менеджмент, оно не только про технические вещи по созданию чего-то. То, что вы создаете, еще должно понравиться. А еще, друзья мои, есть еще одна, зараза, вещь. То, как вы это создаете, тоже должно нравиться. То есть, мало того, что вам надо прибежать к цели, вам еще и бежать надо красиво. Это специфика, да, потому что, по ходу, пока вы бежите, вас могут уволить, если вы некрасиво бежите со своей командой в полосатых купальниках. То есть, мы говорим о том, что управление ожиданиями, оно происходит на постоянной основе. То есть, пока вы не создали ни одного результата, как-то надо себя продавать, как-то надо показывать себя, да, свою ценность. Это то, как вы участвуете во встречах, то, как вы организуете, планируете встречи, то, как вы общаетесь с командой, то, как вы, по сути, все это организуете, достигая результата. То есть, вначале определи, что надо сделать, руководи и при этом удовлетворяй. Как? С помощью коммуникации. Коммуникации, подвешенный язык, желательно недалеко отделенный от мозга, это полезный инструмент для проектного менеджера. То есть, красиво говорить и хорошие вещи говорить, ну, то есть, уметь соображать, так сказать. Управлять вовлеченностью. То есть, вот эти люди, которых надо вам удовлетворять, их надо еще и вовлечь, то есть, привлекать их внимание, чтобы они на вас обниращали внимание. Это называется управление вовлечением заинтересованных сторон. То есть, есть люди, которые вам должны помогать проект сделать, вы в одиночку не сделаете проект. Есть люди, которые могут вам мешать. Есть вот понятие заинтересованная сторона. Это человек, который какое-то отношение к проекту имеет. Он может быть и не очень заинтересованной стороной, но он вам нужен, потому что он имеет некие знания, ресурсы то есть вам надо еще его вовлечь замотивировать все это связано с проблемами которые нужно уметь решать в идеале их предупреждать и при этом конечно же умудриться все это сделать в рамках заданных ограничений то есть ограничение может быть срок стоимость качество предел риска заданные там требования что вот ну какие-то показатели результата которые вы создаете вот это проект менеджмент